Я профессор Международной Славянской Академии, всю жизнь прожил, проработал в Новосибирском Академгородке, но вот уже 12 лет живу в Москве, заведую кафедрой практической психологии и психоанализа, являюсь президентом Международной Ассоциации Психоаналитиков. Наша ассоциация входит в широкое движение за духовное и физическое возрождение, движение за трезвый, здоровый образ жизни, и в рамках ассоциации мы по всей России и во многих зарубежных странах открыли сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами, избавиться от очень многих вредных привычек, ну и как следствие поправить и здоровье физическое, в том числе восстановить зрение немедицинскими методами. Оказывается, любой человек, который носит очки, может их снять и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение, и начать видеть без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Кроме того, я являюсь председателем Союза борьбы за народную трезвость. Председателем нашего Союза 20 лет был всемирно известный георг, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. Он знаменит не только тем, что за свою долгую жизнь не выпил ни одной рюмки и не выкурил ни одной сигареты, а он знаменит в первую очередь тем, что в возрасте 100 лет он делал самые сложнейшие операции в своей клинике. Единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 75 лет. Он 78 лет оперирован людей. 20 лет я его был первым заместителем по этой общественной организации. К сожалению, 22 июня 2008 года на 104 году жизни Федор Григорьевич скончался в Санкт-Петербурге. После его кончины меня избрали председателем. И вот я езжу по разным городам и весям, рассказываю людям правду о той страшной войне, которая ведется против нашего народа с помощью алкоголя, табака и других наркотиков. Сам я никогда в жизни не курил. В 83-м году мне попал доклад академика Углова о социальных медицинских последствиях употребления алкоголя в СССР. В этом докладе Углов сделал вывод, что народы нашей страны целенаправленно, как индейцев в Америке уничтожают алкоголем. Я не поверил, проверил цифры, все правда. Посмотрел на судьбу родной деревни в Алтайском крае. В 83-м году ее наполовину убили алкоголем. Сейчас уже убили до конца. Я пришел домой, все вылил и навсегда стал трезвым человеком. Вот уже 32 года веду принципиально трезвый, здоровый образ жизни. Никогда в руках не держал никаких других наркотиков. Даже слабо представляю, как они выглядят. Ну вот, как видите, вы про меня уже все знаете, а я бы хотел познакомиться и с этой молодой аудиторией. Есть среди вас такие, которые так же, как и я, никогда в жизни не курили. Поднимите руки, пожалуйста. Молодцы, молодцы, спасибо. А есть среди вас такие, которые так же, как и я, принципиально, нигде никогда не грам алкоголя в рот. Есть такие? Поднимите руки. Ну, чуть пожилее, но тоже хорошо. А есть среди вас такие, которые культурно, умеренно, по праздникам, в хорошей компании. Ну, я уж не говорю до безобразия, колятся наркотики. Есть ли они? Нет. Ну, вот как я и думал, главная проблема алкогольная для этой аудитории. На втором месте табачная. На третьем месте проблема других наркотиков, которая тоже, к сожалению, становится серьезной проблемой для нашей страны. По официальным данным, в 2012 году в Российской Федерации по прямым и косвенным причинам, связанным с употреблением алкоголя, погибло более 800 тысяч человек. По причинам, связанным с табакокурением, порядка 400 тысяч. Прямые и косвенные причины. Другие наркотики, гашиш, героин, марихуана, спайсы, около 100 тысяч убили наших соотечественников. Если мы все сложим, мы получим 1 миллион 300 тысяч человек. За год было уничтожено в России, ведущейся против нашего народа, алкогольно-табачно-наркотической войной. Много это или мало? Если это перевести на язык военных цифр, штатная численность дивизии военного времени 10 тысяч человек. Отбросим 4 нуля. В 2012 году поголовно в нашей стране было уничтожено 130 дивизий. Такой войны Россия не знала никогда за всю свою многотысячелетнюю историю. Кто виноват? Кто виноват? В общественное сознание внедряют одну очень опасную мысль о том, что алкоголь, табак, наркотики – это какой-то дождик. Вот он с неба капает и капает, и ничего с этим поделать невозможно. А вот ты, Владимир Георгиевич, все сделай, чтобы молодежь из луч не хлебала. Вот сделай. А то, что оно с неба капает, а что тут поделаешь? Только руками развести. На самом деле у нас в стране существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя, фантастические сверхприбыли. Это торговцы алкоголя, потрясающие барыши. Это представители власти, которые крышуют этот бизнес на крови и смертях, имеют свой очень хороший процент от этого спаивания. Это мировая закулиса, которую раньше называли мировой империализм, которая спит и видит, когда последний русский человек, татарин, сопьется, как негры в Америке, как индейцы в Америке. Приезжай, владей, все пробурено, все распахано. Завози сюда новых негров и строй себе рай на земле. И вся вот эта вот шайка-лейка в русском языке имеет характерное итальянское название «мафия». Это алкогольная мафия. Она испаивает наш народ. И борьба за трезвость – это суть борьбы с этой самой мафией. Если кто-то этого не понимает или не хочет понять, то он в этой проблеме не понимает вообще ничего. Что же делать? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять, а почему же люди пьют? Самуил Наршак написал целую поэму. Для пьянки есть такие поводы. Разлуки встречи, праздник, проводы. Тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. В общем, целая страница. Покупка, новый чин и просто пьянка без причин. Все это глупость. Науке известны всего три причины, почему люди пьют. Науке известны всего три причины, почему люди курят. Науке известны все те же три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина называется доступность. Доступность данного наркотика. Фантастическая доступность алкоголя, спасибо большое, и привела к алкогольной катастрофе в России. При советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба стоила 20 копеек. Одна бутылка водки по цене равнялась 20 булкам хлеба. 20 булкам хлеба. Килограммового. Вот представьте, я поставлю бутылку водки, а рядом вот такую вот кору 20 килограммов хлеба. Сейчас таких булок уже и не пекут даже. Еще недавно в Москве бутылка самой дешевой водки стоила 90 рублей, а булка самого дешевого килограммового хлеба, их надо было 2 покупать, 30 рублей. Один к трём. 20 делим на 3, получаем 7. В 7 раз стал дешевле алкоголь. Это значит, он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет нигде в мире, я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, неделю наэкономив на завтраках, мог себе в выходные позволить пиво, да еще и сигарет в придачу. Фантастическая доступность по месту и времени продажи. В самой трезвой стране Европы, в Норвегии, один магазин, торгующий алкоголем, приходится на 27 тысяч жителей. В Российской Федерации еще недавно один магазин, торгующий алкоголем, приходился на 240 жителей. Я знаю в Сибири деревни, где осталось меньше 100 домов, зато 3 магазина круглые сутки торговали этим пойлом. Только подумай, только захоти, вон она, в соседнем подъезде. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить, убеждение людей в том, что им надо курить, убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем мафия тратит сотни миллиардов рублей и долларов для того, чтобы у молодежи сформировать алкогольные, табачные и наркотические убеждения. Я недавно целый день смотрел телевизор, щелкал по всем каналам, чем занимаются герои популярных телепередач. Все они, как правило, курят, пьют, развратничают. Молодежь пытается убедить – вот она, жизнь которой тебе стремиться надо. Три года назад бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, он, кстати, наш соратник, трезвенник, он выступил с инициативой. Давайте примем закон, по которому запретим показывать на экранах телевизоров положительных героев сигаретой в зубах и рюмкой в руках. Давайте сформируем у молодежи образ положительного героя, трезвого и не курящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко организовала алкогольная и табачная мафия. Вплоть до физического уничтожения. Ему двух охранников круглосуточных представили. Андрей Малахов, который ведет телепередачу «Пусть говорят», решил обсудить эту проблему. И пригласил меня, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Вы видели, наверное, эту тетю. Она в доску больная, сама уже почти не может ходить. Ее кое-как вывели, усадили в кресло. Начинается телепередача. Она берет в руки микрофон и заявляет, кто такое Онищенко. Мне, народной артистке, он будет указывать, где мне пить, где мне курить. Да я 40 лет пью и курю, и плевала я на все. А перед этим на экране показали 38 народных артистов, которые, как было сказано преждевременно, через алкоголь и табак на тот свет отправились. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54 года. Заканчивая, считаю, гениальным русским актером Владиславом Галкиным в 38 лет. У меня все внутри закипело. Я встал и говорю, да сколько же нам надо вас еще, народных артистов-то, перехоронить, чтобы у оставшихся в башке, ну хоть что-то бы просветлело. Ну что же вы творите? Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете. Вы зачем молодежь-то за собой в эту пропасть тянете? Наркозависимость. Наркозависимость. Человек, который начинает употреблять любой наркотик, а алкоголь и табак это наркотики, он неизбежно проходит через три стадии употребления. Первая стадия, герой. Хочу пью, хочу не пью. Хочу курю, хочу не курю. Вторая стадия, хочу пить и пью. Хочу курить и курю. А третья стадия, уже не могу ни пить, ни курить. Уже эта петля наркотическая на шее затянулась насмерть. Вот три причины, почему люди курят, пьют и колятся наркотиками. И запомните, молодые люди, что других причин нет и быть не может. Наука других причин не знает. И если вы где-то когда-то вдруг услышите какие-то другие причины и рассуждения, почему люди пьют, знайте, эта мафия, она все делает для того, чтобы отвлечь наше внимание от решения смертельных для этой мафии проблем. А именно, ограничение прекращения доступности и формирование трезвых убеждений у молодежи. Если мы это сделаем, мафия просто сдохнет сама собой. Идет телепередача. Встает академик, социолог в галстуке. С умным видом заявляет. У нас в деревнях нет работы и потому там люди пьют. И все захлопали. Надо же, высота какая свежая, да новая. В деревнях нет работы и потому там люди пьют. Я поднимаюсь и говорю, а вы хоть раз в жизни были в деревне? Он говорит, ну проезжал, проезжал. Я говорю, я родился, вырос в деревне. Кто вам мог сказать такую глупость, что в деревне нет работы? Да в деревне работы выше крыши. У нас в Сибири уже все поля бурьяном заросли. Иди работай, себя прокормишь, семью прокормишь, на базар слезешь. А вот то, что деревню упоели, и спившаяся деревня потеряла всякий смысл. Всякий интерес к работе. Вот это правда. Вы этим московским бомжам хоть миллион долларов в месяц проплатите. Они все равно работать не будут. Понимаете, для них это уже все из какой-то другой марсианской жизни. Группа социологов, психологов, наркологов, проктологов во главе с доктором наук поднимается и говорит. Мы провели многолетние исследования и выяснили, что народ в России пьет с горя и от безысходности. И все захлопали. Надо же, не просто ж брякнуло, ведь исследования многолетние провели. А другая группа сидит и говорит, не-не-не-не, вы не правы. Мы еще более серьезные исследования провели и выяснили, что народ в России пьет пока что чаще с радостью и по праздникам. А на передаче присутствовал председатель трезвой общины из села Дураково Тверской области. Он сам бывший алкоголик, нашел в себе силы, вылез из этой пропасти, вокруг себя собрал трезвых мужиков. У них показатели такие, они все на своих джипах на эту передачу приехали. Он слушал-слушал, а парень с юмором встал и говорит. Вот здесь одни утверждают, что человек пьет с горя, а эти утверждают, что человек пьет с радости. А мы, говорит, в свое время начинали пить с утра. С утра начинали пить. Ясно, что доступность алкоголя это самый важный фактор алкоголизации любого общества и любого человека. Для решения алкогольной проблемы традиционно существует два подхода. Два подхода. Первый подход называется борьба с пьянством и алкоголизмом. Очень хорошо всем известный. А второй подход называется борьба за трезвость. Казалось бы, одно и то же. Оба подхода декларируют решение важнейшей социальной проблемы. Кстати, это проблема нашей с вами жизни и смерти. Вот точно так же, как и нас, в свое время уничтожили индейцев в Америке. И точно так же индейские вожди все сидели и через стакан с вином и через кружку с пивом все хотели увидеть эту проблему. Чего это индейцы вымирают? Что это индейские женщины рожать-то перестали? Ну-ка давай-ка выпьем за их здоровье. Выпили. Нет индейцев в Америке. Я четыре года назад два раза по месяцу был в Америке. Я все хотел встретиться с индейцами. Поговорить. Ну как так могло случиться? Сто миллионный народ уничтожить алкоголем. Ну неужели ни одной не нашлось светлой головы, которая бы сказала, так вот оно оружие геноцида, алкоголь. Не с кем поговорить. Наконец приезжаем в самый южный штат Аризона, самый индейский штат. О чудо, стоят индейцы, в перьях, уля-ля-ляу кричат. Подхожу ближе. Китайцы ряженые, понимаете, там уже нарядить-то некогда. А вы что думаете? Индейцев можно алкоголем уничтожить? А мы русские татары что, с другого теста что ли сделали? На самом деле два этих подхода с точностью до наоборот, даже не перпендикулярно, а с точностью до наоборот. Но если есть два подхода, должны быть две каких-то серьезных научных теории, которые бы доказали справедливость данного подхода. Но как в 21 веке решать важнейшую социальную проблему без науки, это же самоубийство. В основе борьбы с пьянством лежит так называемая теория культурного, умеренного употребления алкоголя. Она получила изящное название теория культурного питья, ТКП. А в основе борьбы за трезвость лежит теория трезвости. Ее научное латинское название собриология. Но если есть две науки, то должны быть, конечно, и крупные ученые, которые бы справедливость показали этих подходов, доказали справедливость законов этих наук, собриологию в мире сформировали величайшие русские умы, величайшие русские. Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, Бехтерев, Углов, достойными продолжателями этой плеяды собриологов является Международная Академия Трезвости. Я являюсь вице-президентом этой академии. А кто же автор теории культурного питья? Я 32 года профессионально изучаю алкогольную проблему. Мы не можем докопаться до авторов теории культурного питья. Нет таких авторов. Как нет и не может быть подобной теории. Алкогольная мафия сочинила сказку про то, что, дескать, пилип всех культурно, пилип всех умеренно. Тогда бы пьянства алкоголизма не было. Чтобы внедрить эту сказку в умы молодежи и стращены миллиарды. И, как говорится, понеслось, поехало. Но есть две теории, как они относятся к предмету рассмотрения, к алкоголю. Теория трезвости говорит однозначно. Алкоголь это самый опасный на земле наркотик. Кстати, в 1975 году, 28-я сессия Всемирной Организации Здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком номер один в мире. Героин наркотик номер два, табак наркотик номер шесть по степени опасности для человечества. И призвало правительство всех стран мира развернуть борьбу с алкоголем именно как с наркотиком. На сегодняшний день, спустя вот этих сколько, сорок лет, сорок четыре страны мира имеют сухой закон. Это страны Ближнего, Среднего Востока, мусульманские, арабские страны. У них алкоголь такой же наркотик, как гашиш, героин, марихуана. Не только за распространение, за употребление предусмотрено суровое наказание. А 85 стран мира имеют закон трезвости. Максимальное ограничение на доступность к этому яду и наркотику детей и молодежи до 21 года. И только Советский Союз в 75 году в антинаркотической секции представлял бывший главный врач-нарколог страны, некий Бабаян, сам большой любитель алкоголя. И в знак протеста против признания алкоголя наркотиком, Советский Союз вышел из антинаркотической секции и отказался по существу рассматривать эту проблему. А что говорит про алкоголь теория культурного питья? Она говорит, что алкоголь это специфический пищевой продукт. Специфический, но пищевой. И продавать обязательно в гастрономии, рядом с молоком, хлебом, колбасой. Чтобы, не дай бог, люди не подумали, что это яд и наркотик. Представьте, я бы приехал в Казань, зашел в хозяйственный магазин, и в самом дальнем углу, где яда химикаты, удобрения, мы жиловки, вдруг увидел бы, стоит запыленная бутыль с пивом, ржавая канистра с водкой, какие-то темные личности с котелками бы подходили, им бы туда отмеряли и отливали. Наверное, молодежь бы задумалась, что это пиво с водкой-то среди ядов в хозяйственном магазине стоит. Нет, вы зайдите в любой супермаркет, иконостас бутылок, на любой карман, на любой вкус, ребенку продадут, но продукт какой-то специфический, почему-то его нельзя употреблять за рулем, почему до сих пор понять не могу. Молока напился, ничего, пиво напился, ГАИ останавливают, права отбирают, да что за ерунда, пищевой же продукт, вон же, в гастрономии купил. Следующий важный момент, а как вы думаете, алкоголизм и наркомания это болезнь, или это вредные человеческие привычки? Болезнь. Кто считает, что алкоголизм и наркомания это болезнь? Поднимите руки, пожалуйста. Выше, выше, выше. Спасибо. А кто считает, что это вредная привычка? Ну, подавляющее меньшинство. Так вот, молодые люди, запомните и всем расскажите. Выдумки о том, что алкоголизм и наркомания это болезнь, это выдумки алкогольной и наркотической мафии, и состоящей у этой мафии на службе врачей-наркологов. Никакие это не болезни, это вредные человеческие привычки. Это бес, которого человек с первой рюмкой и первой сигаретой запускает себе в уста. Этот бес там укрепляется, потом начинает подчинять волю человека. Корми меня, беса, пивом, водкой, вином, сигаретами. И никакими таблетками, никакими врачами этого беса из человека изгнать невозможно. Его надо из человека изгонять палкой с божьей помощью, а из общества дубиной, то есть законом. Есть несколько изящных доказательств того, что алкоголизм и наркомания это не болезни. Но первое доказательство. Можете ли вы представить хоть одну болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал за столом всю семью, стукнул кулаком по столу и сказал, с этой минуты я перестаю болеть, и перестал бы болеть. Ну, скажем, дизентерия. Третий день, самый понос. А он семью с утра собирает и говорит, слово мужика, перестаю болеть дизентерией. Надолго хватит? Я думаю, на часов побежит болеть. А сколько мы знаем ситуацию, когда алкоголик собирал семью и говорил, ни грамма больше в рот, и всю жизнь дальше жил трезвый. Согласитесь, какая-то подозрительная эта болезнь алкоголизма. Второе доказательство. Представьте, на необитаемый остров я отвезу пять безнадежных больных. Больной раком, последняя стадия. Туберкулез, последняя стадия. Алкоголик-наркоман, последняя стадия. Курильщик, легкими кашляет. Оставлю им еду, ни одной таблетки, ни одного лекарства и уклыву. Через год вернусь, что я увижу. Больной раком умер, больной туберкулезом умер. А алкоголик, наркоман, курильщик с вот такими красными мордами лица прыгают по берегу, увидали корабль и кричат. Дури, дури-то привезли, мы тут совсем год без дури с ума сходим. Ведь ни один из них не умер. Более того, врачи их обследовали, глаза на лоб. Все в тысячу раз здоровее, чем когда их туда умирать привезли. Так что же это за болезнь такая? Возбудитель убрали, и вся болезнь тут же и закончилась. А вы знаете, зачем алкогольная и наркотическая мафия так упорно вбивает в головы молодежи миф о том, что алкоголизм и наркомания – это болезнь? Да потому что у этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что это болезнь, и что от нее можно вылечить. Вот он конвейер. Вот он крутится в эту сторону. А на конвейере – это алкогольный конвейер. А на нем находятся пьющие люди. Кого мы видим? А мафия сверху алкоголь подливает. Кого мы видим на этом конвейере? В самом начале конвейера находятся так называемые культурно пьющие люди. Ох, как весело в начале конвейера вы себе представить не можете. Там пиво моря, шампанское рекой. Для девочек коктейли запейся, залейся. Здесь вся московская артистическая богема, каждый праздник на экранах телевизоров культурно пьянствует. Да так весело, да так здорово. Завидки берут. Мафия сюда вино и водку льет. А вот здесь уже веселье закончилось. Тут уже начались проблемы. Проблемы в семье, проблемы на работе. Вот здесь находятся пьяницы. Мафия сюда самогон льет. Здесь тоже не до веселья. Тут уже семья распалась, дети прокляли. Здесь уже с восьмой работы выгнали. На девятую никто не берет, кому ж пьяница нужен. А вот здесь алкоголики. А мафия сюда стеклоочиститель на спирту. Пузырьки из аптек. А вот здесь эти алкоголики миллионами падают в могилу. И встает вопрос, а что нам делать с этим конвейером? Алкогольная мафия и состоящие этой мафии на службе врачи-наркологи громче всех визжат и кричат. Все на борьбу с пьянством и алкоголизмом. Все на борьбу с алкоголиками. Миллионами тонут, миллионами гибнут. Как вы думаете, если мы будем бороться с алкоголиками и спасать алкоголиков, мы когда-нибудь эту проблему решим или нет? Решим мы когда-нибудь? В принципе, решим ее или нет? Нет. Совершенно верно. Решим. Когда последний русский человек-татарин упадет в эту могилу, вот тогда они с нами эту проблему очень успешно решат. Как с индейцами в Америке. А с другой стороны, если мы возьмем любого погибшего алкоголика и внимательно изучим его жизнь, то мы вдруг обнаружим, что ни один алкоголик не родился алкоголиком. Более того, ни один алкоголик даже не мечтал стать алкоголиком. Он родился трезвым мальчиком, трезвой девочкой. И лет 20 назад он был вот здесь, возле этого конвейера. Но его культурным питьем заманили на конвейер, превратили в культурно пьющего по праздникам, потом он превратился в умеренно пьющего по субботам-воскресеньям, потом он превратился в пьяницу, в алкоголика и погиб. Так может лет 20 тому назад надо было этого алкоголика вот здесь спасать, чтобы он никогда на этот конвейер не попал. Надо, наверное, молодежи какой-то неодолимый барьер на этот... вот здесь поставить, чтобы она на этот конвейер не лезла. Надо, наверное, мафии начать руки отрубать, чтобы она народ-то спаивать перестала. Тогда, глядишь, что-то может и изменится в нашей жизни. Так вот, все, что находится вот здесь, называется борьба с пьянством и алкоголизмом. Это совершенно бессмысленные с научной точки зрения занятия. Это жестокое занятие по отношению к людям, с которыми борются. Это преступное по отношению к народу и государству занятие. Потому что эта борьба с пьянством и алкоголизмом создает в обществе иллюзию, что что-то делается. Что-то делается, понимаете? Бегают наркологи, начальство пьяниц кастерит. Так ничего же не делается. Мы с вами одного алкоголика из ста спасем. Одного из ста. Но пока мы его будем спасать, сто детишек уже на этот конвейер запрыгают. А вот все, что находится вот здесь, называется борьба за треслость. Это то, на что 50 лет своей жизни положил Федор Григорьевич Углов. Это на то, что мы свои жизни сейчас кладем, чтобы спасти страну и народ. А теперь давайте посмотрим, на кого направлена вся мощь пропаганды этих теорий. На кого направлена? Пропаганда трезвости направлена на всех и на каждого. Куда бы меня ни пригласили, я всюду говорю одно и то же. Меня приглашают к алкоголикам. Я прихожу и говорю, алкоголики, живите трезво. Для вас, алкоголиков, это единственная возможность. Не сдохнуть, как собакам под забором, это начать жить трезво. Более того, вы, алкоголики, начав жить трезво, станете точно такими же нормальными снова людьми, как и я. А кто-то из вас даже станет человеком творческим. Примеров тому тысячи. Величайший американский писатель Джек Лондон в 25 лет был законченный пропитый алкоголик. Нашел в себе силы, вылез, стал мировым писателем. Меня приглашают к пьяницам. Я прихожу и говорю, пьяницы, живите трезво. Для вас пьяница, это единственная возможность не спиться окончательно, не быть проклятыми семьей и обществом, не стать алкоголиками и не сдохнуть под забором. Меня приглашают к людям культурно пьющим. Я прихожу и говорю, люди культурно пьющие, живите трезво. Вы хотя бы подайте пример трезвой жизни своим собственным детям. Где гарантия, что ваши дети, глядя на вас, как вы по праздникам пьете культурно, начав пить и не сопьются? Где гарантия? Нет такой гарантии. Президент Ельцин у нас в стране спился. У нас в Академгородке в Новосибирске четыре академика безобразнейшим образом спились. Точно так же спиваются, как простые люди. И самое главное, я прихожу к детям, к молодежи и говорю, дети, молодежи, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность реализовать в жизни все свои способности, создать прекрасные семьи, познать настоящую любовь, нарожать абсолютно здоровых детей, состояться в этом мире, как людям и гражданам. А на кого ж направлена вся мощь пропаганды культурного питья? Призывать алкоголиков пить культурно бессмысленно. Алкоголики пить культурно не смогут никогда. Призывать пьяниц пить культурно преступно. Я более культурных выпивок, чем пьяницы, в жизни не видел. Пьяница, когда в застолье споднимает первую рюмку, он и пальчик отставит, и за прекрасных дам тост скажет, и второй у него тост за любовь, а третий тост у него в стихах и за марахаяма. Вот после седьмой рюмки культура у него куда-то вдруг уходит, и, как говорится, опять обделался. То есть призывать пьяниц пить культурно, это призывать их пить, спиться и стать алкоголиками. Призывать людей, которые пьют культурно, пить культурно. Вообще какая-то глупость. Они же уже пьют культурно. Жож, еще культурней, что ли, пить? Так на кого же направлена вся мощь пропаганды культурного питья? А вся мощь этой пропаганды ровно на сто процентов направлена на наших с вами трезвых детей. Вот оказывается, кого эти сволочи на самом-то деле призывают пить культурно. Не нас с вами, детей наших трезвых. Дети, пейте культурно. Дети, пейте умеренно. Дети, пейте хорошие вина. Да вы, дети, пейте. Вы начните, дети, пить. Вы сломаете, дети, в себе эту природную и естественную трезвость. Вы хоть одной ножкой на этот конвейер запрыгнете. Мафия вас подхватит. Она вас утопит. Поэтому на сегодняшний день любая пропаганда культурного питья в нашей стране должна быть признана государственным преступлением. И люди, которые пропагандируют культурное питье, запомните, это либо дураки, каких немало на Руси, либо это враги, которые очень хорошо знают, что и зачем они делают. И надо сказать, за это им очень хорошо еще и платят. Лет шесть назад по первому каналу телевидения выступал бывший главный врач-нарколог страны, академик Иванец. Закатил глаза этот Иванец, из экрана телевизора вещает. О, алкоголизм, болезнь, болезнь страшная, неизлечимая, неизлечимая. Нам нужны миллиарды рублей, нам нужны миллионы коек, чтобы десятки миллионов алкоголиков в России полечить. Тетенька ведущая глаза выпучила и спрашивает, а делать? Делать-то что? И этот академик, не моргнув глазом, с экрана телевизора заявил, а надо учить детей в школе и дома культурно пить. У меня аж челюсть отпала. Он что, дурак этот академик? Да нет, поверьте, далеко не дурак. Я его лично знаю. Выгнали его с работы. Нового поставили главного нарколога по фамилии Брюн. Так вот этот Брюн накануне не этого, а прошлого Нового года по всем экранам телевизоров, по всем каналам обучал россиян, как на Новый год больше этого зелья выжать, а при этом меньше одуреть. Да что это такое? Вгибнущий от алкоголя в стране главный нарколог нетрезвости, а пьянству начал обучать народу. А теперь посмотрим, а какие средства на все это дело идут? На пропаганду трезвости я из своей, честно скажу, не очень большой профессорской зарплаты каждый месяц откладываю ровно 20% на борьбу за трезвость. Газетам помочь. Мы пять газет издаем трезвенческих. Листовки напечатать, диски, съездить куда-то перед молодежью и выступить. Это такие гроши, про которые стыдно даже в приличном обществе говорить. За 30 лет борьбы трезвенческого движения государство ни копейки не дало на борьбу за трезвость. Сюда же наркологам миллиарды как в трубу летят. И ведь никто даже не спросит, а куда эти миллиарды деваются? Где результаты-то этих миллиардов? А нам говорят, у нас демократия. Пожалуйста, Владимир Георгиевич, можешь сходить в 10 класс, рассказать детям правду об алкоголе. А мы в этот момент запустим очередной сериал по Первому каналу, типа «Школа». Видели? Школа, германика какая-то издала. Я посмотрел две серии, я отплевался так, что образцовая московская школа, старшеклассники, все пьют, курят, наркотики, разврат, с учителями сожительствуют. У вас еще нет такого в Казани? Тут вы же остались, что вы? Вон же по телевизору-то какую жизнь пропагандируют. Вот такая у нас удивительная демократия. Ну и самый главный вопрос во всей этой науке. А где у нас находятся родители и воспитатели? Если родители и воспитатели находятся вот здесь, ведут трезвый образ жизни, как вы думаете, они своих детей и подопечных своим примером могут удержать от этого конвейера? Или нет, а? Как вы думаете? Отвечу так. Есть шанс. И шанс очень хороший. Мы трезвые люди имеем шанс выжить в этой ситуации, этой войне алкогольной. А если родители и воспитатели вот здесь по праздникам пьют культурно, пьют умеренно, как вы думаете, они своим примером затащат своих детей и подопечных на этот конвейер или нет, а? Затащат или нет? Если кто-то сомневается, я всегда провожу показательный эксперимент. Кто знает этот эксперимент, не участвуйте. Я попрошу всех вас, быстро, всех. Подняли вверх указательный палец. Быстро все подняли. Быстро. А теперь посмотрите. Ну, за исключением нескольких слепых, вы, как и я, подняли же большой палец. Я-то просил же указательного. То есть вы, взрослые люди, ведь сделали не то, что я сказал. Сделали то, что я сделал. Но ведь дети-то наши тем более делают не то, что мы им говорим, а дети делают то, что мы сами делаем. Вы ребенку хоть кол на голове тишите, что алкоголь и табак яд, наркотик. Но если сами будете употреблять, да, конечно, наплюет он на все ваши разговоры. Вот в этом большом пальце вся проблема, вся суть ее и сосредоточена. Хотите, чтобы ваши дети пили, курили, наркотиками кололись, в расцвете сил погибли? Пожалуйста, занимайтесь этим самым. Самый короткий путь. Но только культурно. Не дай бог вы алкоголиками станете. Дети еще, не дай бог, подумают. Видать, наверное, что-то тут не то, этим алкоголем. А если культурно, 100% детей своих затянет и на этот конвейер. В городе Москве живет замечательный человек, архимандрит Тихон Шевкунов. Он настоятель Срединского монастыря. Это очень влиятельный священник. Он духовник Владимира Владимировича Путина. И вот отец Тихон мне рассказывает. Я полгода ходил по храму, смотрел, как в лавке продают диски какого-то бородатого профессора Штана. Ходил, ходил, смотрел, смотрел. Не выдержал и спрашивает, что за диски продаешь. А продавец говорит, вы знаете, народ берет, очень хвалит. Но куда я посмотрю? И ему попалось мое выступление в одном из храмов Москвы под названием «Алкогольный террор против Святой Руси». А отец Тихон, он патриот. Он говорит, я два часа не мог оторваться от экрана. Всю ночь молился и не спал. На утро начал меня разыскивать. Разыскал и говорит, Владимир Георгиевич, это самая страшная проблема для России алкоголь. Проблема жизни и смерти. У меня, говорит, есть возможности. А он сам киношник. Он закончил институт кинематографии, он сценарист. И у него прямо при монастыре здесь же находится ипорхиальная киномастерская. У меня, говорит, есть возможности. Давайте мы по вашим материалам отснимем несколько документальных фильмов, отснимем ролики. Я, говорит, через Путина добьюсь, чтобы Первый канал все это показал. Мы сели за работу. Четыре месяца работали, не разгибаясь. Отсняли три фильма. Первый фильм «Чижик-пыжик, где ты был?» о детском алкоголизме. Второй фильм «Восьмое марта» о женском алкоголизме. И третий о воздействии алкоголя на организм. И отсняли два десятка трезвенческих роликов. И в конце января и в начале февраля Первый канал две недели показал два наших фильма и попоказывал наши ролики. Результат превзошел все наши ожидания. Мы получили более 40 тысяч отзывов по интернету от молодежи со всей страны. Огромное спасибо. Открыли глаза. Вышли на ваши сайты. Посмотрели лекции профессора Жданова. Навсегда перестали пить, курить. Девчонкам запретили эту отраву употреблять. И в результате в марте месяце продажа алкоголя в России обвалом сократилась на 21%. Такого обвала не было с 1985 года. Конечно, алкогольная мафия не могла терпеть таких бешеных убытков. Нажала на все мыслимые и немыслимые каналы. И запретила показ наших фильмов, показ наших роликов по центральному телевидению. Но джин уже был выпущен из бутылки. Эти ролики начали крутить в школах, в вузах, местные телеканалы, на предприятиях. И в результате создалось даже целое общественное движение. Отец Тихон меня спрашивает. Владимир Георгиевич, как мы назовем наш пропагандистский проект? Я говорю, ну очевидно, батюшка, отрезвление России общее дело. А он человек мудрый. Он говорит, давайте мы не будем так уж сразу этого беса за хвост хватать. Давайте просто, общее дело. Я говорю, ну хорошо, общее дело. И вот сейчас целая общественная мощная организация, общее дело, это, наверное, десятки, сотни тысяч молодых людей. Вот с этими материалами, с роликами, с фильмами, мы еще их снимали, несколько фильмов. Идут в школы, идут в вузы, рассказывают молодежи правду об этом алкоголе. Оружие массового уничтожения, которое запущено в нашей стране. Две войны нас победить не смогли. Третью войну они с нами боятся. Начинать у нас, если мы ответим, мало не покажется. Решили втихаря нас, как индейцев, мы боимся, так сказать, на этом все и закончили. Но вы знаете, вот четыре года назад я проехал всю Западную Европу. Германия, Франция, Бельгия, Голландия. Я ахнул. Вымирают этнические немцы. Почти вымерли этнические французы. Там во Франции уже французов почти нет. Вымирают бельгийцы, голландцы. Я посмотрел на карту мира. А кто сейчас в мире на подъеме? А в мире на подъеме сейчас один миллиард абсолютно трезвых индусов. В мире на подъеме полтора миллиарда трезвых китайцев. В мире на подъеме два с половиной миллиарда трезвых мусульман. А кто сейчас в мире исчезает и деградирует? А исчезает и деградирует белое пьющее население. И нас с вами, белых людей, на сегодняшний день на земном шаре, осталось 8%. 8%. Сто лет назад 26% белый человек составлял на земле. И главная причина геноцида белого человека – это вот этот самый алкоголь. И выяснилось, что мы не только за свой народ бьемся. Мы вообще белого человека от этой чумы в мире спасаем. Несколько слов о пиве. В 2004 году я смотрел Олимпиаду в Греции, в Афинах по телевизору. Всю рекламу на этой Олимпиаде откупили пивники, мировые пивные компании. И в перерывах между соревнованиями на Восточную Европу и на Россию обязательно шла реклама пива. А вслед за рекламой пива обязательно шла реклама таблеток от импотенции. Пиво, импотенция. Прямо связкой шло. Мы заинтересовались, что-то тут не то. Наверное, весь мир знает, что пиво и импотенция как-то связаны. Это мы, дураки, здесь живем, ничего не знаем. Мы начали изучать этот вопрос и выяснили следующее. Оказывается, при выварке пива, даже безалкогольного пива, в раствор пива добавляют хмель. А хмель это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, даже безалкогольного, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. Фитоэстрогены. А теперь вопрос. Знаете ли вы, чем отличается мужчина от женщины? Я когда в школе задаю этот вопрос, сразу в ответ ха-ха-ха, я говорю, правильно, молодцы, ха-ха-ха. Мужчина родился мальчиком, женщина-то родилась девочкой. Ответ казалось бы очевиден, а нет. Оказывается, не этим отличается мужчина от женщины. Основное отличие мужчины от женщины в том, что у мужчины в организме мужской гормон, который называется тестостерон. А у женщины женский гормон, который называется эстродиол. Вот этим и отличается мужчина от женщины. Вот я мужчина, у меня тестостерон, у меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужские наклонности, мне женщины нравятся. Кстати, только этим гормоном определяется. У меня в конце концов фигура мужская, мощный торс. А у женщин, у них эстродиол. Они женственные. У них мягкий голос, у них мягкий характер. У них обязательно присутствует когенство, желание нравиться мужчинам. Кстати, только этим гормоном определяется. Материнский инстинкт у них определяется этим же гормоном. У них в конце концов фигура соответствующая. Более узкие плечи, расширенный таз, возможность выносить и родить ребенка. Так вот выяснилось, что когда любитель пива мужского рода заливает внутри себя это венное изделие, у него в желудке происходит простейшая химическая реакция и фитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстродиол. И у этого любителя пива в организме нарастает, у него в организме смещается гормональная равновесие в сторону женского начала. А если сказать грубо и по-русски, то он из мужика потихоньку начинает превращаться в бабу. У него тончает голос, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. У него пропадает мужество характер и всего боится, опасается, никуда не лезет. У него пропадает интерес к женщинам. А у некоторых любителей пива начинает вдруг развиваться интересы к мужчинам. И все вот эти вот половые извращенцы, они как правило из любителей пива массово в западное общество постравляются. У него в конце концов фигура меняется. Сжимаются плечи, раздается таз, отрастают груди. Три дня в месяц критические дни, голова болит. Иногда кровь идет, правда, через нос. 17-20 лет непрерывно попил пиво, 100% гарантирована импотенция. Все мировые пивные компании об этом прекрасно знают. И каждой кружке пива настоятельно рекомендуют таблеточку от импотенции. Больше всех в Европе от пива пострадали Германия и Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка о пиве, знаете, какая. Любитель пива подобен арбузу. У него растет пуза, но отсыхает кончик. Кончик отсыхает. Тонкое наблюдение, чехи насчет пива так сделали. Но еще более страшная картина, когда пиво употребляет женщина. Женщина, употребляющая пиво, у ней в желудке происходит та же самая химическая реакция. И фитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстрадиол. И у этой любительницы пива в организме нарастает избыточная концентрация женского полового гормона. И это страшно. Эта милая девушка, милая женщина начинает превращаться в агрессивную, злобную самку. Агрессивную и злобную. Поставили эксперимент на крысах. Взяли 20 крыс, 10 самцов, 10 самок. Поместили в вольер, поставили корыто с водой, корыто с пивом. Все крысы стали пивными алкоголиками. Бежали только к корыту с пивом. А когда корыто с пивом уносили, они вокруг этого места, как пьяницы вокруг пивной собирались и выли, чтобы им это пиво вернули назад. И когда у самок крыс начался брачный период, самцы на них ноль внимания. И самки до того озверели. Они разорвали самцов и их сажали. Но когда ученые вскрыли самок, обнаружили у них у всех четыре раза увеличена матка. И вся матка забита слизью. Это страшное дело, избыточный эстрадиол в женском организме. А теперь вспомним ту рекламу, которой до недавнего времени кормили нашу молодежь. За столом напротив сидит он и она. Между ними двухлитровый огнетушитель с этим пивом. Она-то пиво пьет, у ней-то желание-то нарастает. А он-то пиво пьет, у него-то от этого пива все же отпадает. Вот вам, пожалуйста, скандал в семье, развод. Оказалось, такая простая вещь, как пиво. Долго реклама дурила молодежь. Кто бежит за Квинским? Самый умный, самый красивый, самый кого девки любят. Запомните, будущие ранние патенты. Вот кто бежит за пивом. И, девчонки молодые, я вас заклинаю, упаси вас, Господь, связать свою жизнь с любителем пива. Намаетесь, жизни будете не рады. В лучшем случае для вас это все разводом закончится. Это в лучшем случае. Надо сказать, что после вот этой программы «Общее дело» в 2009 году действительно начались очень серьезные шаги по наступлению на алкогольную мафию. Запретили ночную продажу. Сразу закрылись все ночные супермаркеты. Все закрылись. Они только алкоголем ночью и торговали. Запретили ларьки. Запретили рекламу и так далее. Все это наших телорук нашего наступления. Начались очень серьезные подвижки в регионах. Я просто восхищаюсь Рамзаном Кадыровым, который, так сказать, практически ввел у себя в республике сухой закон. Нет у них данной проблемы. Нет у них ни вытрезвителей, ни наркологов. Нет у них ни детских домов. Всех сирот разобрали. На Кавказе. В Якутии. Выходит Якутия на режим сухого закона. Первый президент Якутии Николаев. Он создал министерство. Как пришел, сразу выбрали. Министерство под названием «Сохранение генофонда республики». Это трезвое министерство. И они начали отрезвлять все районы. Как 31 район прекратили продажу алкоголя. Спасли якутов от вымирания. Пришел сейчас новый президент, трезвенник в Якутии. А вице-президент, выходец из нашего трезвого движения. И он вышел и говорит, ну как так? В республике не торгуют. А почему в Якутске-то продают это пойло? Закрыти в Якутске алкогольную торговлю. Там такой вой поднялся, вы себе представить не можете. Против президента Якутии войн. Он слушал-слушал этот бой и говорит, ладно, хорошо. За городом откроем 4 магазина алкогольные. Пусть кому надо сопли морозят, так сказать, идут в этот магазин. А у них там до 60 градусов мороза. Но от молодежи, от детей мы эту отраву уберем как можно дальше. Ваши соседи, Башкини, пришел новый президент и в своем блоге написал, что он трезвенник, что очень много его родственников погибло от алкоголя. И он выметит алкоголь из официальных всяких мероприятий и приглашает в сотрудничество всех, кто неравнодушен к этой проблеме. А у нас там мощное движение, трезвый башкортостал, молодежное движение. Ребята позвонили мне, говорят, так и так, Владимир Георгиевич, давайте встретимся вместе с вами с президентом и обговорим программу для республики. Я приехал к ним туда, и ребята предложили провести конкурс «Трезвые деревья». Условия конкурса простые. Сельский исход принимает решение запретить на год торговлю алкоголем в деревне. И посмотреть, что будет. А по результатам конкурса президент 5 миллионов рублей победителям на призыв. 138 деревень вошло в эту программу. Башкирские деревни в основном все. Через год подвели итог. Выиграли все. Все выиграли. У всех родился по второму, по третьему, по четвертому ребенку. Во каждой семье родилось по ребенку. Ну, пить-то нет, значит, надо что? Детей делать раз? Водки нет. Это же очевидно совершенно. Все стали жить лучше. В каждом дворе появился новый мотоцикл, новая машина. Ну, выиграли абсолютно все. А победителями объявили 5 деревень, где состоялись шумные, красочные, молодежные свадьбы «Трезвые». Он им дал, этим деревням, дал этот плит. На следующий год, когда подвели итоги, Курултай-Башкир, у них есть всемирный Курултай-Башкир, оборвал мне все телефоны. Владимир Георгиевич, приедьте в любое вам возможное время, хоть на полдня. Мы заберем всех глав сельских администраций. Мы хотим запустить этот, так сказать, проект почти по всем башкирским селам. Ну, я приехал. Они собрали глав администрации со всей Башкирии. Ну, я им лекцию прочитал, рассказал. Они как после этого хлынули все сюда к трибуне. Владимир Георгиевич, ну, приедьте к нам в район. Ну, вы там выступите. Да мы там, да-да-да. Я говорю, а что вам? Зачем мне к вам район, Гриша? Ну, зачем? Вот я говорю, один глава администрации что сделал? У него в деревне стоит памятник погибшим на фронте. 15 человек погибло на фронте. Он взял, сколотил из досок рядом памятник. Те, кто погибли от алкоголя. Их набралось около двух тысяч. Собрал сельский исход и сказал, ну что, будем продолжать? Будем продолжать вот этот вот памятник сюда писать или нет? Эти-то за родину погибли. Эти-то чего ради погибли-то у нас? Мафия их убила, алкоголь. Чего говорю вам еще? Какие вам лекции еще читать? Все, по-моему, так все ясно. Продолжение следует...